21 апреля Россия отметит День местного самоуправления. Накануне этого праздника губернатор Игорь Руденя вручил награды сотрудникам администрации из многих районов Тверской области. Подробности в нашем следующем материале. Елена Селезнева трудится в аппарате Тверской городской думы с самого ее основания. Говорит, что за эти почти 30 лет у нее ни разу не возникло желания сменить место работы. Достойное место работы и коллектив очень хороший, и с депутатами работать очень интересно, потому что все время они приходят новые люди, что-то меняется. А у Надежды Алексеевой эта среда двойной праздник. Ведь она не просто работает в органах местного самоуправления, администрации Осташковского городского округа, но и занимает там должность главного бухгалтера. Представители этой профессии тоже отмечают свой профессиональный праздник 21 апреля. Работа очень ответственная, говорит Надежда Дмитриевна. От меня зависит, чтобы деньги, бюджетные средства расходовались правильно, грамотно, законно, чтобы все взаимоотношения, чтобы бюджет был прозрачен, документально оформлен. И Елена Селезнева, и Надежда Алексеева удостоились в этот вторник почетной грамоты губернатора за свою честную многолетнюю работу. Теплых слов в ходе приема устроенного главой региона удостоился и Николай Баранник. Он был одним из тех, кто горячо поддержал идею объединения муниципалитетов. Так появился в том числе и Андреапольский округ. Теперь, спустя год, стало ясно, что это была хорошая инициатива. Структура органов власти оптимизировалась, работать стало проще. Есть единое началие. У нас 15 депутатов теперь на муниципальный округ. Их население знает в лицо. Главу района или главу муниципального округа теперь он отвечает за все. Начиная от безопасности пожаротушения и все остальное, и кончая работой здравоохранения. Выступая перед собравшимися, губернатор отметил, что преобразование районов в муниципальные и городские округа позволяют активнее привлекать федеральные средства для решения актуальных задач. Властями региона приняты меры для комплексного и равномерного развития муниципалитетов. Однако успехи работы на этом направлении невозможны без наличия на местах профессионалов, которые горячо любят свою малую родину. Ежедневно вы и ваши коллеги решаете множество важных вопросов, определяющих качество жизни наших граждан. Каждому человеку, каждой семье, вне зависимости от местных проживания, нужны работа, жилье, спортивные площадки, культурные учреждения, места общественного транспорта, все, что нас окружает. Что касается планов на ближайший пятилетний период, то для обеспечения равных возможностей развития для ряда муниципалитетов будут разработаны и реализованы индивидуальные комплексные программы. Они включают меры поддержки действующих производств, помощь в создании новых предприятий и рабочих мест, инфраструктурном развитии. Ключевым областным проектом Игорь Руденя назвал газификацию. Тверская область – одна из первых субъектов России, которая подписала региональную программу с «Газпромом». Благодаря ей голубое топливо станет доступным для каждого жителя Верхней Волжи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова